ВЫХОДНЫЕ На открытии нового семейного супермаркета эконом-формата. Помимо приятных цен, покупателей ждет интересная программа и розыгрыш призов, в том числе и бытовой техники. Начало в 12 дня. Если вы хотите попробовать свои силы в салонных играх, вам дорога в молодежный центр. Каждую субботу здесь собираются те, для кого красный и черный – это не просто цвета. Все как во всеми любимой игре детства, только более систематизировано и серьезно. Почувствовать себя настоящим шерифом или мафиози можно будет 26 мая. Начало в 8 вечера. В воскресенье 27 мая пройдет традиционный спортивно-кинологический праздник «Собака плюс я». В программе выставка породистых и беспородных собак, конкурс костюмов «Собачьи моды», а также конкурсы «Веселая стафета» и «Ребенок и собака». Площадка «Аквагрима», детские игровые площадки, выставка продажи зоотоваров. Праздник пройдет на стадионе «Задюш-юниор» начало в 12 дня. 27 мая в 14.00 у храма святого великомученика Патилеймана пройдет традиционные троицкие гуляния. В программе русские танцы, хороводы, игры. Народные костюмы и хорошее настроение приветствуется. Приятно провести время можно и в кинотеатре. На этой неделе есть что посмотреть. Первая картина предназначена исключительно для детей. «Пчелка мая» и «Кубок меда» – настоящий подарок для самых маленьких. С приключениями, музыкой, забавными героями и моралью о главном – о том, что плохо работать в одиночку. Компании веселей, быстрей и эффективней. Проект получился очень ярким, снятым в лучших традициях семейной и европейской анимации с обязательными, уже хорошо отработанными элементами больших американских студийных мультфильмов. Новинка проката – фильм «Черновик». Сюжет рассказывает о молодом архитекторе видеоигр Кирилле, чья жизнь идет под откос. В один день его внезапно начали забывать соседи, друзья, коллеги и даже родственники. Далее, как обычно, выясняется, что он избран для высшей цели – быть таможенником на пограничном пункте между мирами. Мнения зрителей, которые уже посмотрели фильм, разделились. Одним фильм понравился отличными спецэффектами и попыткой показать Москву в параллельной вселенной. Другие же, особенно те, кто читали первоисточник, сошлись во мнении, что фильм изрядно далек от оригинала. Впрочем, тут все как обычно, стоит самому посмотреть новинку и сделать свои выводы. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением. Продолжение следует...